В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня директор Центра развития «Пламенный» Александр Ширяев. Александр, добрый день! Стартовал сезон детских смен в лагерях. Расскажите, пожалуйста, чем в этом году сможете порадовать детей? Здравствуйте! Мы уже начали, несмотря на то, что еще не лето, мы уже начали вовсю и подготовку, и уже проведение. В этом году мы первый раз проводим смену в Всероссийском детском центре, смену проектного лагеря. В том году нам повезло, и мы получили президентский грант на проведение школьной проектной олимпиады. Один из этапов этой проектной олимпиады, когда лучшие проекты, авторы лучших проектов, ребят, детей, школьников, мы собрали 50 человек со всей России и отправили в Всероссийский детский центр абсолютно бесплатно. Собрали туда педагогов хороших, которые учат детей проектному, как писать проекты, как лучших писать, как выигрывать с помощью проектов, реализовывать их и так далее. Вот они сейчас там находятся в Анапе, в Всероссийском детском центре смена. Там наши вожатые проводят для них эту смену. Вот такой первый опыт. Ну, я думаю, что 50 счастливчиков очень довольны. Они пишут, рассказывают. Да, в том числе там есть ребята из Рязани, это так как мы авторы этого проекта, то со всей России всего 50, и из них там 10 человек из Рязани. А как появилась идея такого лагеря? Мы вообще любим лагеря. Мы считаем, что в лагерях очень... Это новая образовательная среда, и там очень хорошо давать какие-то знания. Дети отвлекаются, погружаются и более глубоко изучают какие-то вещи. Чем, допустим, если собирать их где-то там на несколько часов в городе. Есть атмосфера, есть погружение, есть много времени, и детям можно дать качественные, хорошие знания. Ну, а проектную олимпиаду мы вот готовили давно проект. Была идея создания такой проектной школьной олимпиады. И вот в том году повезло, нам дали грант, и стало возможно реализовать первый год. Возможно, на следующий год будет такая же олимпиада. Вот новая образовательная среда. Вы еще являетесь авторами проекта таких лагерей, как английский лагерь, робототехники. Что здесь в этом году будет? Да, да, да. Такое общее веяние по стране. И все лагеря сейчас перестраиваются, что не просто отдых, не просто оздоровление, а еще и образование. Дети находятся там 20 или 15, или даже 7 дней, где можно их чему-то научить. И это является и отдыхом, когда меняется тематика, уроки даются в неформальной обстановке. Действительно, мы проводим лагеря, вот уже давно, мы проводим лагерь АПКМ, это английский языковый лагерь. Это для тех, кто изучает язык английский, собираются хорошие преподаватели, одни из лучших в городе, приезжают из других городов к нам специалисты, потому что очень хорошая атмосфера, они обучаются между собой, обменяются опытом, и учат ребят, и за неделю, ребята до 2 делают большой прогресс в языке. Но если говорить про английский лагерь, то там мероприятия все связаны с языком, либо проводятся на языке, либо при помощи языка, либо учат, как использовать его, применять, и так далее. Как попасть в смену такого лагеря английского языка? Да, смену, наш центр как раз проводит эти смены, надо позвонить, забронировать путевку, попасть в этот лагерь. Есть и сайт у нас, где можно оставить заявку, есть и телефон. Еще есть лагерь Технолес. Да, это еще один наш проект, это лагерь Физмат, где тоже ребята могут научиться физике, математике, информатике, и свободное время провести, собирая робототехнику, участвуя, развиваясь тоже в инженерном, такой инженерный лагерь, и он развивает, любят инженерные способности. Очень популярность среди мальчишек, да, вообще сейчас такая тематика очень популярна и в мире, но в том числе и лагерь такой, где они тоже погружаются на неделю, на две или на три, и там, конечно, за это время можно очень усиленно все это дело изучить, совмещая с пользой для сдачи ЕГЭ. Не просто собирать конструктор, или даже занимаясь роботами, а применяя это к физике, к математике, и те знания, наоборот, применяя. Понимая, что не просто так математика отдельно, а игрушки отдельно, все это связано, и все изобретения, они связаны с изучением этих дисциплин. Им намного больше хочется учиться. В наших лагерях они с большим удовольствием. Мы когда отменяем занятия, делаем просто выходной, ребята расстраиваются, и просят сделать еще занятия больше. Несмотря на то, что в школах им не всегда нравится заниматься. А вот в лагерях, которые проводим мы, они с удовольствием идут на занятия, очень расстраиваются, когда их нет занятий, просят больше занятий. Особенно старшие ребята, это прям побольше, побольше, побольше занятий. Мы говорим, каникулы, отдохните, развейтесь еще побольше. Нет, нам нравится. Когда хорошие педагоги, когда хороший подход, интересно на уроке, уроки пролетают, даются знания. Эти знания даются не просто от органа в жизни, а с применением в жизни. Опять же, можно с утра поучиться, как у нас в лагере, и после обеда применить эти знания уже сразу же. Ты понимаешь, для чего они нужны. Понимаешь, для чего они в жизни. Как ими пользоваться. Если, допустим, есть ребята, которые знают хорошо язык, но не могут говорить. Вот он знает все слова. Он слышит, понимает. А ответить не может. Боится ошибок. Боится, что его не поймут. Те же самые иностранцы. У них какой-то стопор. И просто негативных слов не могут сказать, как пройти на какую-то улицу. Хотя он знает, пишет ЕГЭ, небольшую оценку. Вот именно в лагере, то есть такая атмосфера спокойная, где преподаватель не суровый преподаватель, а он уже еще с ними потом играет. Он участвует вместе с ними в мероприятиях. Он близкий, доступный, но знает намного больше их. И поэтому такая атмосфера позволяет распрощаться и начать говорить. Где вы находите таких специальных преподавателей? Как организовывать их работу? Все проекты у нас давно существуют. У нас уже есть свои друзья, есть свои партнеры, которые приезжают к нам в работу, которые любят детей, которые любят учить. Мы подбираем, отбираем, воспитываем сами, учим. Вот в частности в этом году мы очень большое внимание уделили подготовке вожатых. И не только мы, а все педагогические отряды Лизанской области. Мы объединились в том году, мы создали объединение педагогических отрядов Лизанской области и сделали большой упор на подготовку. Но это и последние события, которые происходили в том году, печальные, тоже вынудили это сделать, чтобы повысить подготовку вожатых. Поэтому мы разработали общую программу. Целый год все педотряды готовили свои кадры, в том числе и мы, и все наши педотряды Лизанской области по общей программе, по общей базовой программе, с небольшими отклонениями, мы готовили своих вожатых. Целый год. Вот сейчас весной комиссия, куда я вхожу, куда входят руководители ведущих педагогических отрядов Лизанской области, будет принимать экзамен единый у всех. В комиссию входит с Министерства образования, с Трудовой инспекции. Все мы совместно будем проводить такой экзамен для того, чтобы именно показать ребятам, что надо больше учиться. Это очень важно, те знания, которые мы даем, что для работы вожатым достаточно просто быть веселым другом. Мы отвечаем за жизнь, за здоровье детей, за их безопасность. Мы должны обладать рядом определенных знаний. Мы в этом году зимой приглашали из Российского детского центра «Океан» коллег, четверо педагогов из «Океана» приезжали к нам, с Владивостока и проводили обучение. Для нас целую неделю, а для всех педотрядов они проводили большие обучающие мастер-классы именно по вожатской работе. Мы смогли сделать тоже выиграв областной уже грант на такое обучение. А вот легендарный, уже всенародно любимый, известный лагерь «Пламенный». Что он готовит этой летней сменой? Да, в этом году мы тоже желающих намного больше, чем помещает даже одна из самых больших баз в Рязанской области. Мы уже не помещаемся намного больше желающих поехать туда. В этом году мы делаем параллельно две дружины, две смены на двух разных базах. В августе на одной базе пройдет в Солнечном и в второй базе это база с Анатолия Колоса, где мы проведем «Пламенный Оптимум». Он будет немножко отличаться от основного. Там будет добавлен как раз вот эти наши составляющие. Там будет добавлен английский язык для желающих, там будет для желающих робототехника, физика, математика, там будут добавлены танцы усиленные, там будут блок лидерства, который традиционно в «Пламене» есть. То есть там будут некоторые знания будут изучать углубленно. Скажем так, будем растить специалистов в разных областях, потому что некоторые ребята действительно хотят изучить глубже и хотят в этом развиться намного больше. Ну и все остальное тоже будем с ним знакомиться, потому что сейчас такая жизнь, что чего-то одного знать это мало. Для тех родителей, кто боится отправлять своих детей с ночевкой на целую смену в лагерь. Есть дневная смена. Что это такое? Да, к сожалению, раньше-то у нас все дети ездили в лагеря, ну не все, может быть, удачно родители съездили, потому что сейчас уже родители. И все боятся отдавать, там научат его почему-то плохому, что-то еще. Ну, к сожалению, это есть такое. И были такие лагеря, которые были запущены, и у них, наверное, происходило что-то такое. У нас все безопасно, все хорошо, дети все время заняты. Но есть такие родители, действительно, которые все равно не доверяют самому названию детский лагерь или пионерский лагерь. Ну, хотят, тем не менее, понятно, что лето, три месяца каникул, девать детей некуда, у родителей максимум месяц отпуск, а то две недели сейчас. Это новая мода такая. Ребенок не занят, он либо шляется, либо сидит в компьютере. Для них мы сделали такую летнюю школу, она будет проводиться в июле, где, опять же, выбрав направление изучения, там мы сделали два направления, это английский язык, да, и робототехника, и инженерное развитие, там, информатика, математика, физика. Да, ребята приходят с утра и до вечера, с обедом, занимаются спокойненько, не отвлекая родителей, развиваются, общаются. То есть, такой дневной лагерь, полноценный, но единственное, что без ночевки, начиная, все они уходят домой, потому что с утра возвращаются, также вожатые отряды, единственное, что без ночного сна, и каждый день видят родителей. Но, тем не менее, целый день они заняты, опять же, они развиваются, они можно подтянуть за две недели язык, можно очень хорошо инженерные способности свои развить. Очень хороший опыт, мы в том году тоже начали, я думаю, что в этом году тоже, вот уже сейчас разбирают места. Вот что касается особенных детей, во многих городах есть уже смены специальные для инклюзии, для социализации детей, вот как обстановка в Рязани? Вообще, есть очень большой мировой опыт в инклюзии, нас приезжают там очень сильные немцы, но мы тоже хотим все это развивать, уже начинаем развивать, в частности, в Пламенном, совместно с фондом «Наши дети», мы уже брали ребят, которые, ну, чем-то ограничены, в частности, за здоровьем, да, и они совершенно напряженно держались в общем коллективе, им это и нужно, чтобы их не отдельно собирали, а именно быть в жизни, в нормальной. Вот в этом году база «Солнечная» оборудована пандусами полноценными, туалетами специальными для ребят-колясочников, и у нас большое желание взять именно туда ребят именно на колясках, чтобы они тоже также участвовали в смене, проживали, так как и другие ребята, активисты, да, среди них есть очень активные ребята, очень жизнелюбивые, которые могут очень хорошо влиться, мы думаем, это такая мечта, чтобы это все было, чтобы ребята, эти ребята были совместны. Но есть ребята более сложные, для них вот мы, у нас есть, ну, это новый наш проект, с весны мы его прорабатываем, пока еще не ушли финансирование, но есть идеи, мы хотим вот все-таки проработать для ребят с аутизмом, сделать лагерь. Есть пример в Сибири, есть пример там в Воронеже, в Нижнем Новгороде, таких лагерей, когда ребят на неделю, может быть, потом на две вывозили вместе с родителями в этот лагерь, и там они, да, уже социализировались. Самая большая проблема у них, это социализация, они не могут, они все, каждый сам за себя, и вот эта социализация, которая, совместное проживание, когда родители постепенно начинают отделяться, когда приезжают специальные педагоги, а таких у нас в Лизании много, и они готовы ездить в лагерь и проводить там занятия с этими ребятами. И вот есть примеры, когда ребята начинают что-то делать самостоятельно, смотря на других ребят таких же, смотря там на то, как все это происходит, и что это постоянно там вот это место другое, что они находятся в коллективе, что с ними занимаются и вожатые. Ну вот единственное, что это большая, самая большая трудность, что нужно много педагогов, нужно родителей как-то расселить, эти, как правило, семьи не самые обеспеченные, у них так много всего уходит на лекарства, но мы ищем варианты, и я думаю, что есть наметки, чтобы получить вот такие деньги и провести в лагерь, попробовать лагерь для ребят-аутистов и тоже начать их социализировать сначала самостоятельно, а потом включая уже другие группы, может быть, привозя в лагерь параллельно, отдельными там группками и потом постепенно включать. Вот это такая цель у нас на этот год. Хотим. Надеемся, благодаря вам Рязань тоже станет с передовым опытом в этой области. Да, причем у педагогов-то у наших есть передовый опыт, но возить за два часа занятий очень сложно что-то сделать, а в лагере там можно сделать уже для группы, можно сделать и больше, и там за неделю получается намного больше часов работы с педагогом, даже, ну, который не может в жизни уделить больше времени. и тут уже по рассказам, у тех, у которых получилось, есть прогресс. Это самое главное. Есть прогресс, есть надежда и у родителей, и у детей, и у нас. Есть прогресс, можно дальше работать. Работать, работать. Спасибо вам за беседу, успехов вам в вашей работе. Через зрителей напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Центра развития Пламенной Александр Ширяев. До новых встреч в эфире.